Всем привет, с вами снова смартфон UA. И если существует награда за самую аккуратную сборку, плотнейшую подгонку элементов корпуса плюс металлический ободок вокруг, который, к слову, выглядит как некий защитный бампер, ее, вне сомнения, стоило бы отдать Samsung Galaxy Alpha. С точки зрения внешности аппарат на голову выше едва ли не всех конкурентов. Ну а почти 49 тысяч баллов в Antutu так и говорят. Возможностей трубки под капотом хватит на любой каприз пользователя. Впрочем, так ли это? Давайте смотреть вместе. Несмотря на то, что в Samsung не подыграли слухам, бороздившим интернет относительно полностью металлического корпуса Galaxy Alpha и не сделали его таковым, обижаться на производителя все равно не стоит. Дело в том, что пластика, по крайней мере, на внешней части аппарата немного, лишь крышка аккумуляторного блока с узором в стиле того, который мы встречали в Galaxy S5, да и единственная механическая кнопка на передней панели. В остальном стекло плюс металл. Уровень подгонки элементов, на мой взгляд, один из самых лучших в сегменте смартфонов со съемной крышкой. Признаться честно, во время первого беглого знакомства я было подумал, что корпус аппарата неразборный. Настолько незначительным оказался шов, создаваемый крышкой аккумуляторного блока. И хотя на практике это не так, все же сама по себе стыковка деталей, откровенно говоря, впечатляет. Galaxy Alpha это первый смартфон южнокорейского производителя, получивший металлическую окантовку корпуса. На тыльной стороне она отлично прилегает к торцам крышки, тем самым минимизируя упомянутый выше шов между этими двумя, с позволения говоря, элементами. А вот на передней панели несколько выступает над покрытием дисплея, создавая таким образом дополнительную защиту. Кстати, именно эта окантовка визуально делает аппарат меньше своих реальных размеров. А кроме того, словно сбивает всю конструкцию воедино. Глядя на переднюю часть корпуса, сложно сказать, что здесь 4,7 дюймовый дисплей, я бы больше четырех не дал. На рынке Alpha доступен в нескольких цветовых решениях корпуса. Черном, белом, серебристом и золоте. К сожалению, я не видел трех первых вариантов расцветки, а потому сказать что-либо дельное по этому поводу не могу. А вот золотая расцветка, побывавшая у нас в гостях, выглядит роскошно. Отличный вариант, чтобы подчеркнуть свой статус. Для руки трубка удобна. Вес в 114 грамм не утомляет, даже вследствие длительной непрерывной работы. Полноценное управление одной рукой. Вещь здесь вполне посильная, несмотря на 4,7 дюймовый дисплей. Габариты, откровенно говоря, приятно удивляют. Крышка аккумуляторного блока снимается в считанные секунды. Выполнение обратной процедуры претензий также не вызывает. Передняя панель смартфона разделена между большим дисплеем, двумя сенсорными кнопками и одной аппаратной, в которую, к слову, встроен скамер отпечатков пальцев, прорезью разговорного динамика, а также датчиками освещенности приближения, плюс глазком фронтальной 2.1-мегапиксельной камеры и индикатором отображения работы некоторых процессов. О каких конкретно действиях идет речь, легко узнать из соответствующего подпункта меню. Прикрывающаяся крышкой аккумуляторного блока тыльная панель примечательна глазком основной 12-мегапиксельной камеры, светодиодной вспышкой, а также ультрафиолетовым датчиком плюс логотипом производителя. Осматривая правую боковую грань, пользователь обнаружит здесь кнопку питания. Подобно самой рамке, этот элемент также металлический. Здесь же имеется и небольшой зазор, предусмотренный для снятия крышки аккумуляторного блока. Противоположное ребро получило качельку регулировки громкости. Осматривая верхний торец, легко заметить вывод 3,5 мм, плюс небольшую прорезь микрофона шумоподавления. На нижнем торце обустроена сетка динамика громкой связи и порт microUSB, а также миниатюрная прорезь встроенного микрофона. 4,7 дюймовый дисплей с Super AMOLED матрицей в основе и отличными углами обзора как по вертикали, так и горизонтали. Откровенно говоря, почему здесь разрешение 720 на 1280 точек, а не Full HD, которое бы аппарату такого уровня подходило куда больше, я не знаю. Конечно, при плотности 312 точек на дюйм, хорошей контрастности и яркости с отображением информации проблем нет, даже при попадании на дисплей солнца. Однако на подсознательном уровне так и кажется, что с Full HD было бы еще круче. Регулировка подсветки доступна двумя классическими способами – вручную или автоматически. Помимо этого, из соответствующего подменю настроек пользователь может задействовать режим смарт-включения. Кроме того, здесь же доступна опция «Повысить чувствительность», задействовав которую можно работать в перчатках. А из-под меню режим экрана при помощи одной из программных предустановок доступно настроить дисплей специально под выбранный тип задач. Аналогичное решение, напомню, мы с вами видели несколько дней назад в обзоре Samsung Galaxy Note 4. В чувствительности претензий нет. Поддерживается сенсорное управление посредством 10 пальцев одновременно. По всей передней панели, включая, разумеется, экран, предусмотрена защита в виде каленого стекла. Ни ежедневной транспортировки аппарата в кармане джинс, ни моего классического теста на практике оказалось недостаточно для того, чтобы на покрытии образовались отметины. Пользователь Samsung Galaxy Alpha получит аппарат только в одной версии со встроенной памятью 32 гигабайта. Легко заметить, что уже изначально операционная система и прочие технические файлы зарезервировали порядка 6 гигабайт. Остальное можно задействовать по своему усмотрению. С расширением встроенного объема при помощи карт памяти производитель, очевидно, пошутил. Соответствующего слота здесь попросту нет. Как по мне, выглядит такой маневр странным. Особенно на фоне того, что пользователь может снять крышку аккумуляторного блока и даже вынуть батарейку. Словом, местечка для этих благородных целей вполне достаточно. А вот спецификация USB ATG поддерживается. Кроме того, можно воспользоваться облаком. Клиент Dropbox имеется в числе предустановленных. По своим возможностям, как разговорной, так и мультимедийной динамики лично мне напомнили таковые в Galaxy S5. Хорошая громкость и чистота без скидок на что-либо. В настройках два знакомых по тому же S5 музыкальных эффекта. Sound Alive и Music FX. Впрочем, и остальные возможности одноименного подменю также не новые. Емкость съемного аккумулятора 1800 мАч. На первый взгляд, кажется маловато. Однако на практике пользователь может рассчитывать на просмотр HD-видео на протяжении около 9 часов на максимальной яркости подсветки. Либо же чуть больше 17 часов читать. И даже если второе для вас ровным счетом не показательно, то первое, признаюсь, даже меня удивило. Имеется и классическая уже надстройка энергосбережения. На ее функциональности мы останавливались в обзоре того же Galaxy S5 и совсем недавно в Note 4, а потому повторяться еще раз не будем. Вот ссылки на обзоры упомянутых моделей. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 4.4.4 из коробки. К слову, несколько недель назад появилась информация о намерении Samsung выпустить обновление Android L. Но поскольку это не официальное заявление, верить этим данным стоит с определенной долей скептицизма. Перед вами результаты тестирования производительности. Аппарат на внутри восьмиядерный Samsung Exynos 5 Octa 5430, тактовая частота которого 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти 2 ГБ. Также в данной связке используется графика Mali-T628 MP6. Уже по цифрам результатов тестирования можно догадаться. Этому малышу по силам любая задача. По смыслу работа со сканером отпечатков пальцев организована точно таким же образом, как и в Galaxy S5, либо в Galaxy Note 4. В последнем, правда, нужно провести не 8 раз, а 10 для регистрации своего пальца. Ну да, как по мне, это уже нюансы. В меню Galaxy Alpha 4 опции, возможности которых позволяют управлять смартфоном при помощи жестов. Разобраться с ними особого труда не составляет, благодаря имеющимся в каждом подменю подсказкам. Хотя камеры в Galaxy Alpha немногим проще, тех, которые используются в S5, опробовать их все равно интересно, да и настроек оказалось немало. Фронтальная камера на 2,1 Мп способна снимать Full HD видео и делать фотографии с таким же разрешением. Основная 12-мегапиксельная камера пишет видео в максимальном разрешении UHD. Тестовая нарезка традиционно в нашем текстовом обзоре на портале Smartphone.ua. Samsung Galaxy Alpha ориентирован на ту категорию пользователей, для которых внешность смартфона далеко не пустой звук и которые ставят ее на один уровень с функциональностью. Единственное, что, пожалуй, вызовет вопрос, почему дисплей HD, а не Full HD? Ведь для устройства с ценником в 640 долларов второе выглядело бы логичнее. Однако, со своего опыта работы с этим аппаратом могу сказать, что для глаза пользователя эта разница незаметна. Картинка сочная, а пиксели, как ни пытайтесь высматривать, все равно не увидите.